Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, ГУПФР, правооцелитель, мы говорим о здоровье. И я рассказываю о том, что советую изучить материалы Виталия Соболевского в интернете. Я сам буду, наверное, к нему отсылать, потому что я устал уже повторять, там, вред молочки, вред мяса, вред вообще животной пищи, вред термически обработанной пищи, вред злаков, да, и, к счастью, уже столько трезвых, умных и опытных в это все-таки делах натуропатов и врачей натуропатов. Это доходчиво рассказывают, что, ну, мне не хочется тратить на это время. И некоторые моменты все-таки я хочу вот подчеркнуть, мне очень понравилось, что вот рассказывает Виталий Соболевский, то, о чем, в принципе, я сам независимо упоминал, ну, он делает это тоже очень доходчиво о том, что, обратите внимание, да, что патогенная пища поначалу у всех вызывает отторжение, дети не хотят есть эти каши, даже с сахаром, там, с солью, хоть их как-то запихивают, то есть вот этот переход на грудь матери, на невидовое питание, он проходит у большинства очень тяжело, и как бы это такое непослушание, но запихивают силой, и организм привыкает, то есть поначалу он сопротивляется, а потом он уже воспринимает это как должное, то есть у него рецепторы зашлаковываются, и он уже не воспринимает это как вот экстренная атака, то есть он примеряется, что, а, ну все, значит, вот так и будет каждый день, ну, хорошо, будем как-то теперь очиститься, как будем чиститься? Через болезни, да, дети начинают активно болеть, ну, и это рано или поздно заканчивается, и когда я изучал вот скопление негатива по материальному телу, именно не физическому, а материальному, у меня есть ролик важный, где я рассказываю, да, где можно измерять, вот я посмотрел, что, ну, где-то до 20 лет я еще сопротивлялся, и, скажем, даже там до 15 лет я активно болел, и у меня при этом было очень маленькое реально накопление вот в этом материальном теле негатива, то есть я болезнями сбрасывал это, сбрасывал, сбрасывал, ну, а к 20 годам организм такой, все уже, ладно, все понятно, перестал уже активно сопротивляться, я перестал, я перестал болеть, все, не простудных заболеваний, ничего, я так радовался, надо же, ну, я стал сильным, ага, а посмотреть, какое идет накопление, оно пошло там от 300 тысяч негатива, ну, есть как бы единицы негатива энергетические, все это в биолокации, к счастью, есть, за 10 лет я вырос до 11 миллионов там негатива, то есть просто в прогрессии, в жуткой, то есть все, все, я не болел, да, все, болезни, болезни не было, и насморков не было, вот это слизи из носа, то есть все, вот все очистительные эти моменты, организм все перестал реально сопротивляться, и накопленное, оно работает еще как проценты, то есть оно искажение метаболизма, получается так, что проценты, они там основной вклад потом начинают, в принципе, вносить, то есть не так страшно даже экзогенная интоксикация, как то, что внутри ломается, как бы, системы, ломается биохимия, и организм чем дальше, тем он функционирует все большим количеством внутреннего выхлопа, как бы, да, ядовитового, а очищение заблокировано подогенной едой, и получается так, что организм продолжает скапливать, представьте, что вы берете кредит каждый день, а проценты у вас ломовые, они тоже, но вы не возвращаете ничего, то есть у вас, ну, вы, наверное, бумажки нарисуйте, такую систему, в принципе, некоторые даже сейчас так живут, россияне, то есть у вас там за 10 лет вы будете должны, фабрики и заводы, тем, кто является владельцем фабрики и заводов, на самом деле, и получается так, что вот здесь вот тоже очень важный момент, обратите внимание, не один я об этом говорю, и это очень важно, что если вы перестали, ребеночек перестал активно болеть, возможно, что он просто готовится к онкологии, да, и если в молодости болезни куда-то отошли, это они отошли на время, чтобы потом человек стал хронически больным, сейчас это уже происходит после 30, уже активно, раньше как-то тянули там до 60, до 50, по-разному, да, ну, сейчас будет все раньше, то есть все молодеет, как-то, да, и еще важный момент, вот, Виталий Соболевский тоже правильно говорит, что важно не то, что вы там внедряете в себя, а как вы выделяете, но я бы сказал, выделяете не только как эти, а как вы это обеззараживаете, обрабатываете и как вы избавляетесь от этого, в принципе, я могу вам тоже привести пример людей, которые, ну, вот, сохранив многие процедуры очищения, там, бани, да, разные, могут, вот, вот, как я сейчас упоминал, то есть в детстве организм борется с тем, чтобы у него не накапливалось, поэтому он будет активно это выделять, но хорошо, если ребенок чистится с пор, там, тоже банями может быть, да, то есть тогда он меньше болеет, потому что, ну, ему надо под, ну, фитотерапия наша, кстати, и гомеопатическая, мы тоже помогаем и детям, да, как бы, то есть родители продолжают кормить ребенка, ну, и не только родители, это делают садики, да, понятно, школы и спортивные лагеря, и продолжают, как бы, давать патогенную еду, ну, плюс дети сейчас покупают чипсы всякие, все понятно, всякую химию, но и при этом все-таки один будет активно очищаться, да, другой будет активно болеть, тоже очищаться через болезни, а третий и не болеет, и не очищается никакими процедурами, и, как бы, здесь и накапливает, да, и таким образом тут, ну, нужно понимать, что можно и дальше во взрослом состоянии много заниматься собой, да, продолжать, как бы, устраивать из себя, по сути, фабрику по переработке вообще невидовой пищи, там, шлаков, там, обработка токсинов, да, то есть активно, и при этом, ну, все время какие-то там чистятся мухоморами, например, есть такие люди, да, почистят неплохо, и, как бы, говорят, а я вроде так и не болею, да, ну, в принципе, да, то есть, ну, не забывайте, что вы, по сути, тратите там, ну, полдня на то, чтобы себя поубивать, то есть, вы полдня стучитесь головой об стенку, полдня потом занимаетесь заживлением этого лба, ну, если вам интересно этим заниматься, то да, ну, как бы, боюсь, что все-таки ресурсы рано или поздно все равно будут всекать, то есть, потом все меньше будет эффективность этих процедур, залечивание, а каждый новый стук лбом об стенку, он будет приносить больше вред, то есть, я вижу людей, которые в 60 лет сохраняют такой задор и много занимаются активным спортом, но все равно у них уже венки, там, там, сям, уже оно, как бы, кричит о себе, и кроме скопления негатива в материальном теле, нужно понимать, что физиологическое тело, да, такое более, скажем, тонкое уже, и эфирное тело, они тоже могут накапливать какие-то ошибки и могут быть не рады то, что человек, ну, использует себя в качестве вот такой вот, такого завода, там, по производству мочевины, например, да, то есть, если у вас моча воняет мочевины, вы завод по производству мочевины, этого быть не должно, вообще, например, та же моча, она, вот, ну, прошу прощения, у меня она, как цветочная роса, то есть, она только была глухая, немножко, может быть, я не знаю, она не желтая, как бы, я не произвожу мочевину больше, все это было, конечно, и стол тоже там ни у кого вонять не должен, и не должен быть, как овечьи, какашки, да, это все, у вас проблемки, как бы, я все через это прошел, там, ничего, никаких запахов быть не должно, но на очищение запахи могут быть намного более жуткие, чем в обычном состоянии, когда организм ничего не выделяет, да, а на очищение там будут и газы идти, и поносы, и вонь будет, все, что угодно, и, ну, тут, как бы, да, избавляемся, то есть, смотрите, я здесь повторюсь, когда говорят, не, ну, подождите, ну, все-таки, вот, ну, немножко же можно вот этого съесть, домой, ешьте, конечно, немножко траву, только отработайте это, отработайте это и все, что вы натворили до этого, тоже не забудьте, как бы, тоже, иначе оно продолжает вас убивать, и проценты, проценты, как бы, накапливаются, организм уже живой, он фуречит, но вы поймите, что если у вас внутри поломки, то механизм, он работает, он изнашивает себя намного быстрее, и это касается не только накопленного негатива, но и физиологических систем, то есть, поломки физиологических систем, это одно, а накопление материального негатива, как шлаков, токсинов, там, кислотных метаболитов, это немножко другое, то есть, у меня в детстве были нарушены физиологические процессы, это было видно, я плохо выглядел из-за поры, там, и вообще у меня все врачи, все детство ставили кучу всяких диагнозов, все это было в пределах нормы, все плохо, но все в пределах нормы, а на самом деле негатива накопленного было на материальном носителе, как бы, мало, потому что организм мучился, все перерабатывал, ну, очищен, ну, не позволял, чтобы это копилось дальше, почему? Потому что дальше надо плодиться, организм в детстве старается максимально очиститься, и большинство детей сейчас, они, конечно, болеют часто, но это сопротивление, и это еще хорошо, что они болеют, они еще сопротивляются, я повторю, что если ребенок на стандартном питании не болеет, либо чистит очень хорошо что-то, либо, как бы, ничем хорошим это не закончится, потому что потом как накопится, и болезнь будет намного страшнее, чем просто там ОРЗ. Таким образом, вот здесь, как бы, вот такие пометки о том, что, да, важно, как выводят, важно не просто, как вы убиваете себя, но и насколько вы это, как бы, залечиваете это, да. Андрей Широков, КВП «ФРП Родоцелитель», до скорых встреч!